Здравствуйте, дорогие друзья! Приятное это слово «здравствуйте» и приветствия, и пожелания здоровья одновременно. В каждой культуре есть определенные правила приветствия. В некоторых странах это выглядит очень необычно. Например, коренные жители Новой Зеландии – маори – при встрече касаются друг друга носами, и это символизирует дыхание жизни. В культуре японцев заведено при встрече кланяться. Во Франции даже малознакомые люди изображают символичный поцелуй при встрече, поочередно касаясь друг друга щеками. Что бы вы ни выбрали, я желаю вам доброго утра. И напоминаю, что сегодня понедельник, 4 июля. С вами я, Полина Кременкова, и «Народное утро Мордовии». Мы начинаем! Согласитесь, в повседневном калейдоскопе всевозможных дат, которые посвящены рождением изобретений, специалистам разных профессий, водоемам, животным, наступает момент, когда душа просит время на отдых в тишине от праздничного шума. Именно такое чувство накрывает нас и после особенно удачных выходных. Если у вас были именно такие, то ловите информацию. Сегодня день отдыха от праздников. Постарайтесь свести общение к минимуму, не сидите долго в интернете и, по возможности, больше будьте на воздухе. Тем более, что у нас наконец-то наступило настоящее, а не только календарное лето. Для будущих и нынешних отпускников будет интересная информация о нашей следующей рубрике. Внимание на экран! Субтитры создавал DimaTorzok Здание зоологического музея в Петербурге появились еще в 1698 году, когда Петр I привез в Россию приобретенные им в Голландии естественные исторические коллекции. В начале XVIII столетия царь взял с собой экспонаты в город на Неве и после строительства кунсткамеры их разместили в залах музея. Со временем экспонатов становилось все больше, и в одной кунсткамере им было тесно. Среди перебравшихся в новое здание экспонатов было и чучело любимой лошади Петра Лизетты, которая служила царю еще в Полтавской битве. Лошадь была предана своему хозяину как собака и всюду следовала за ним. Император даже разрешал своей любимице находиться рядом на различных обедах и приемах. Когда Лизетта умерла, он не разрешил закапывать ее в землю. Из лошади сделали чучело, которое по сей день находится в одном из залов зоологического музея вместе с другими животными Петра — быкодавом-тираном и своей тезкой-терьером Лизеттой. Музей рос и развивался с каждым годом. В начале XX столетия некоторые чучело объединили биогруппы. Сотрудники учреждения создавали декорации, благодаря которым посетители могли увидеть животных в природной обстановке. Экспозиция выстояла даже во времена Великой Отечественной войны, хотя здание музея неоднократно бомбили. Сейчас зоологический музей в Петербурге по праву сохраняет за собой статус крупнейшего в стране. Самые возрастные экспонаты, представленные в его залах — останки млекопитающих, которые населяли землю 4000 лет до нашей эры. Таким образом, в зоологическом музее собраны представители фауны за период в 6000 лет или 60 веков. В помещениях музея можно увидеть насекомых, рыб, моржей, львов, слонов, носорогов. Редкие виды птиц и многих других. Наибольшей же популярностью среди маленьких и взрослых гостей пользуется легендарный мамонтенок Дима, найденный во времена раскопок в Магаданской области в 1977 году. На протяжении 30 лет он оставался единственным в мире полностью сохранившимся мамонтом. Многие отмечают, что чучела в Петербургском зоологическом музее выглядят как живые. Это помогает посетителям, гуляя по залам, совершать путешествия во времени и по разным частям света, погружаясь в удивительный и такой загадочный мир фауны. Да, интересный музей. Если будете в Санкт-Петербурге, обязательно туда загляните. А теперь предлагаю узнать, что обещают нам на сегодня звезды. Насыщенный планетарным влиянием, июль может стать настоящим подарком для тех, кто готов активно рвануть вперед к достижению поставленной цели. Ну и тем, кто желает начать жизнь с чистого листа, июльские планеты тоже приготовили подарки. Хотите подробности? Тогда ловите подробный астрологический прогноз. Овны. Вы можете получить прибыль из неожиданного источника. Могут быть изменения на работе, в привычном укладе жизни или здоровье. Если решили воздействовать на кого-то с помощью обаяния, то этот номер у вас не пройдет. Договариваться придется, только имея убедительные факты, без лести и заигрывания. Тельцы. На работе будет казаться, что окружающие не замечают ваших успехов, особенно если работа предполагает творческий подход. Осторожнее обращайтесь с деньгами. Осознанно подходите к покупкам, напишите то, что вам действительно необходимо перед походом в магазин. Сегодня вас неожиданно могут позвать на свидание. Не отказывайтесь. Близнецы. Общение личного характера не будет клеиться. Вам будет казаться, что окружающие как будто не замечают вашего обаяния и привлекательности. Необычные идеи могут прийти в голову, вероятно, если захотите что-то изменить в доме. Ваш душевный подъем поможет решить много вопросов. Раки. При желании вы можете вдохновить людей на поступки, но внутренняя неуверенность в своей неотразимости может негативно сказаться на настроении. Поэтому скорость достижения цели будет гораздо меньше. Если справитесь с неуверенностью, тот день может пройти очень плодотворно. Друзья могут помочь с решением каких-то дел. Львы. Покупки, которые вы сделаете сегодня, еще долго будут радовать. А вот на работе конфликты могут испортить настроение так, что вы с трудом сможете выполнять трудовые обязанности. Возможны финансовые поступления. Работа с документами будет плодотворной. Позвоните родителям, они расскажут вам новости, которые могут вас удивить. Девы. Взаимодействие с людьми, с которыми у вас есть общие интересы, пройдет плодотворно. Сегодня вы сможете похвастаться своими знаниями и умениями. Если кто-то сделает интересное предложение, соглашайтесь. Даже несмотря на то, что вы к этому совершенно не готовы. В личной жизни не так радужно, как хотелось бы. Хотим поделиться радостной новостью из-за осада Деда Мороза. Там новые жильцы и пара овец якобы вышли в уличный вольер. Они приехали еще в конце мая и после прохождения карантина вышли на свежий воздух. Якоб это небольшая многорогая овца. Как вы поняли, ее отличительными чертами являются четыре рога. Хотя их может быть два или даже шесть. А крас разные от светло-кремового до темно-коричневого. Однако эти цвета только фон, на котором черные пятна формируют уникальный для каждой овечки рисунок. Но довольно о животных. Перейдем к новостям мира людей. Роспотребнадзор снял в России все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита. Ведомстве пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в России и мерей интенсивности эпидемии. Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза. Практически все подтвержденные случаи заболевания, 93%, протекают в легкой форме в виде острого респираторного заболевания и бессимптомно, указали в Роспотребнадзоре. Ведомстве заверили, что продолжат следить за уровнем заболеваемости по COVID-19 в России и после снятия ограничений. При ухудшении ситуации действия ограничительных мер могут возобновить. Депутат Евгений Федоров выступил с инициативой освободить российских пенсионеров, откушенные на регистрацию жилья, полученного по наследству. По словам парламентария, граждане должны заплатить за регистрацию прав собственности на недвижимость 2000 рублей. Но для пожилых людей такие траты будут существенными, считает депутат. Тем более пенсионеры часто оказываются в такой ситуации после смерти супруга. В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования, говорится в обращении Федорова к главе Минтруда Антону Котякову. Счетная палата России предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ льготной ипотеки. Об этом рассказала аудита счетной палаты Наталья Трунова. Государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия, объясняет она. Изменение правил предоставления льготной ипотеки может повлиять на структуру предложения на рынке жилья и улучшить комфортность условий проживания граждан. По словам Трунова, ипотечные программы с господдержкой нужны, но при этом должен соблюдаться принцип комфортного проживания. Отдельная комната каждому члену семьи. Как говорят астрологи, июль — это, безусловно, благоприятный месяц, однако физическая активность уже начинает снижаться. Во всем виноваты звезды. Дело в том, что с 5 июля Марс переходит в знак Тельца, где имеет статус сознания. У многих знаков Зодиака появится сильное желание остановиться, отдохнуть, создать вокруг себя спокойствие и комфорт. Следуйте желаниям, но не забывайте об ответственности. А что ждет оставшихся знаков Зодиака, узнаем из продолжения гороскопа. Весы. Вряд ли ваше обаяние будет иметь силу, поэтому стоит рассчитывать только на свой ум. В работе могут быть перемены, скорее, позитивные. Готовьтесь к повышению или премии. Свидание лучше отложить, ваши негативные мысли не дадут расслабиться и насладиться вечером. Вы все время будете думать, накручивать себе что-то. Скорпионы. Не стоит выяснять отношения с кем бы то ни было. Это не лучший день для перемен. Партнер может приятно удивить вас сегодня. Удачно будет дальняя дорога, особенно если в путь вы собрались с друзьями. Будьте ближе к народу, возьмите на себя организацию какого-нибудь мероприятия, поделитесь с людьми частичкой себя. Стрельцы. Будьте внимательнее при общении с партнерами по личной и деловой жизни. Красиво говорить не значит так же красиво делать. Тем не менее, тех, кто работает по найму, ждут перемены в работе. Они могут касаться режима, места, зарплаты. Или у вас будет новый начальник. Хороший момент показать, на что вы способны, выделиться своей активностью и желанием работать. Козероги. В вашу пользу будут решаться судебные дела. Благоприятно заниматься и другими юридическими вопросами. Подписывать документы, заключать контракты. У кого работа однообразная, почувствуют хандру. Захочется внести перемены и яркость в свою будничную жизнь. А вот у личной жизни возможны резкие перемены положительного характера. Водолеи. Любовная сфера может вызвать беспокойство. Если что-то идет не так, лучше переключиться на работу. Там вас, несомненно, ждет успех. Сегодня вы способны сделать рывок вперед, что-то изменить. Например, место работы, подход к ней. И это приведет к положительным результатам. Дома тоже ждите неожиданных известий. Рыбы. Удачно будет творческая деятельность, но заниматься ею нужно совместно с другими людьми. Работа в одиночестве не даст результата. Сегодня хорошо знакомиться. Человек вам понравится и внешне, и по душевным качествам. Встреча может произойти неожиданно для вас. Также ждите 4 июля хороших новостей. Лето, время отпусков. Некоторые из нас отправляются отдыхать за границу. Но есть переживания по поводу оплаты. Сразу возникают вопросы. А можно ли сейчас купить валюту? Можно ли платить картой? Не заблокируются ли деньги? Ответ нам даст эксперт отделения Национального банка по Республике Мордовия. Смотрим внимательно. Находясь за границей, можно расплачиваться наличной иностранной валютой той страны, в которой вы находитесь. Сейчас без всяких ограничений банки могут продавать любую иностранную наличную валюту, кроме долларов США и евро. Для наличных долларов и евро до 9 сентября 2022 года действует особый режим. Можно купить только те деньги, которые поступили в кассы банков с 9 апреля. Поэтому, прежде чем обращаться в офис банка или обменный пункт, стоит заранее уточнить, есть ли у них нужные вам суммы. Многие из нас привыкли расплачиваться платежными картами. На территории России все выпущенные российскими банками карты и международных платежных систем и национальной платежной системы МИР, которые есть на руках у наших граждан, продолжают работать в обычном режиме, до истечения срока их действия. По-прежнему внутри страны доступна оплата картами, операции в банкоматах, переводы с карты на карту. Для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный сервис МИР Пэй. Его можно установить на смартфоны на базе Android, а также на смартфонах Huawei с операционной системой Harmony. А вот за границей карты международных платежных систем Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, не работают. Также ими нельзя расплатиться в иностранных интернет-магазинах. При этом вы можете расплачиваться картой МИР и снимать с нее наличные валюты страны вашей поездки там, где принимается карта МИР. Сегодня это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия. Также картой МИР можно оплатить покупки на зарубежных сайтах, которые принимают их к оплате. Подчеркну, что все деньги на банковских счетах, привязанные к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени. Отпуск можно проводить где угодно. Важно помнить одно – летом наша кожа требует особого ухода. Палящее солнце совсем ее не щадит. Каким должен быть уход за кожей летом, расскажет профессиональный косметолог. Смотрим и запоминаем. Отпуск, солнце, море – лето, безусловно, самое приятное время года для многих. Но это вовсе не повод забывать об уходе за кожей. В жарком сезоне она требует особого внимания. Каким должен быть уход за кожей летом? В нем действительно есть свои тонкости, которыми и поделимся. С какими проблемами сталкивается кожа летом? Летом повышение температуры изменяет баланс нашей гидролипидной пленки. Кожное сало – слегка высокообразное вещество, которое выделяет наши сальные железы, становится жидкими. И поскольку параллельно мы производим больше пота, усиливается секреция кожного сала в направлении верхних слоев эпидермиса. Благодаря этому явлению сухая кожа чувствует себя комфортней. Она лучше увлажнена, более эластична и менее стянута. С другой стороны, состояние жирной кожи ухудшается. Она сильнее блестит, опоры расширяются и закупориваются, образуются угри и прыщи. При этом кожа любого типа летом особенно подвержена фотостарению из-за активного ультрафиолетового излучения. И эти риски важно минимизировать, поскольку повреждения кожи солнечной на лучами дает о себе знать и годы спустя. Помимо этого, летом кожа сталкивается со значительными перепадами температуры из-за кондиционирования воздуха в офисах и в автомобиле. И это, как и отопление зимой, сильный стресс для эпидермиса. Те же сплит-системы поглощают естественную влагу кожи, поэтому кожа испытывает значительную сухость. Итак, каковы же особенности ухода за кожей летом? Чтобы помочь своей коже противостоять внешним воздействиям в течение всего лета, придерживайтесь следующих рекомендаций с началом теплых дней. Увлажняйте кожу. Это фундаментальный шаг для поддержания красивой кожи не только летом, но и на протяжении всей жизни. И главное, что нужно делать, это пить воду, причем не дожидаясь ощущения жажды. Кроме воды можно также пить травяные чаи, некоторые свежевыжатые соки, например, огуречный. Кроме этого, летом выбирайте органические и натуральные увлажняющие средства, которые позволят вашей коже компенсировать воздействие жары, восстановить ее баланс и защитить от старения. Защищайте кожу от солнца. Дерматологи неустанно предупреждают о необходимости применения солнцезащитного крема. И это не только для того, чтобы избежать малопривлекательной пигментации и появления новых морщин, но и для того, чтобы оградить нас от рака кожи. При этом солнцезащитный крем необходимо наносить не только на пляже, но перед каждым выходом на улицу, даже в пасмурные дни. И если фактор защиты, указанный на тюбике, в другие времена года может составлять 30, то летом желательно выбирать средства с фактором защиты не менее 50. Успокаивайте кожу для лучшего восстановления. Чтобы кожа оставалась здоровой после поездки на пляж, помогут несколько доступных хитростей. Для начала смойте теплой водой остатки соли и песка с тела и волос. Для этого можно использовать органическое мыло, мягкое и регенерирующее, которое успокоит кожу, особенно если вы склонны к солнечным ожогам. То же самое, когда вы приходите из бассейна. Необходимо тщательное промывание, которое предотвратит высыхание кожи. После душа важно увлажнить кожу. С головы до ног нанесите крем или молочко, содержащий, например, масло жужеба, кокоса или макадамии. Дело в том, что купание в море и солнечные ванны очень высушивают кожу. Поэтому ее следует увлажнять и после душа. Этот совет относится ко всем типам кожи. Так можно претродить шелушение и сделать процесс обновления более эффективным. Не забывайте ухаживать за собой. И пусть летний отдых запомнится вам только приятными воспоминаниями. Пришло время прощаться. Пусть этот день подарит вам незабываемые положительные эмоции и успех во всех начинаниях. Новый день с вами встречали программы «Народное утро» и я, Полина Клеменкова. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова